Поддержка российским Приволжьем Большого Харциска не ограничивается сугубо экономическими вопросами. Нижегородская область и город-побратим Харциска Арзамас готовы принимать у себя друзей из Донбасса. Первая харцисская делегация активной молодежи в конце июня вернулась из Нижнего. А уже 2 июля в административный центр Приволжьского федерального округа на молодежный форум отправилась еще одна группа инициативных харцезян. Как встречают наших в Нижнем – далее в сюжете. По приглашению Министерства образования Нижегородской области первая делегация харцезян побывала на праздновании Дня молодежи в Нижнем Новгороде, посетила достопримечательности, исторические места старинного города. Для гостей были организованы интересные экскурсии. В состав делегации вошли молодые педагоги, представители общественных организаций, волонтерских групп, а также руководитель местного отделения, военно-патриотической организации «Молодая гвардия юнармия». Программа была продумана принимающей стороной таким образом, чтобы совместить отдых с работой. Три дня в Нижнем были насыщены полезными встречами. Мы посетили ряд учреждений дополнительного образования. Это центр «Кванториум», где занимаются ребята от 4 до 18 лет. И посетили центр детского творчества «Вега». Очень много методической помощи нам оказали в плане корректировки программ, в плане оптимизации работы с детками. Очень много идей в плане новых мероприятий. И директор центра творчества нам любезно согласилась оказать помощь в рамках телемоста, где мы пообщаемся непосредственно с коллегами. И коллеги каждый расскажет о своем направлении. Конечно, хочется брать с них примеры. Они говорят, что им есть чему поучиться у нас. Выдержки, стойкости в таких нелегких условиях, в которых мы сейчас находимся, все, они этому хотят у нас научиться. А нам есть чему поучиться у них. То есть это и благоустройство, и общение просто вот с людьми. Настолько отзывчивые все люди. Какой бы вопрос ни задали, дают не просто какой-то вот однозначный ответ, да или нет, а объясняют все подробно, досконально. Такие нюансы, о которых мы даже не задумывались, задавая вопрос, а если вот так, а давайте мы вам поможем вот это. Вы сами предлагают помощь. Так как я была делегирована из Харцидского городского дворца культуры и работаю в сфере культуры, собственно, мне очень понравилась концепция проведения празднования Дня молодежи. Визит харцезян для наших побратимов не стал формальностью. Радушие и искренность нижегородцев порой трогали до слез. Где мы только не были, нам презентовали различные площадки и руководители этих площадок, которые нас встречали, с удовольствием готовы поделиться с нами какими-то методическими материалами, что немаловажно для работы, скажем так. Они оставляют нам свои визитки, говорят, где можно зайти посмотреть их информацию. Говорят, звоните в любое время дня и ночи, мы вам поможем, что нужно найти там по документации, по проектам. Помимо полученной полезной информации и методической помощи, харцезской молодежи было предложено принять участие в конкурсе социально значимых проектов Нижегородской области. Харцезяне не растерялись и уже подали заявку. На оформление проекта остаются считанные дни, но молодых, инициативных, энергичных это не пугает. Обменялись контактами. Представители нижегородской молодежи рассказали о том, как у них проходят различные мероприятия, как у них построена молодежная политика, как вообще они взаимодействуют с различными структурами, как и административными, так и общественными. Представители молодежного парламента и молодежного правительства пообещали нам оказать поддержку различного характера. Одна из важных встреч с министром образования Нижегородской области Ольгой Петровой. Были подняты вопросы дальнейшего сотрудничества, а также взаимодействия наших учреждений города, наших педагогов, нашей молодежной политики. Был обсужден ряд вопросов по повышению квалификации наших педагогов. Причем вопросы обсуждались не просто в формат на будущее, а формат здесь и сейчас. Чем они могут нам помочь? Курсы повышения квалификации, разные интересные встречи, написание проектов, получение грантов. В рамках запланированных мероприятий состоялись встречи с руководителями автономных некоммерческих организаций Нижегородской области, а также с представителями Министерства науки и образования и представителями Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации, Росмолодежь. Преодолеть расстояние в 1400 километров туда и потом столько же обратно помог русский центр, взявший на себя все дорожные хлопоты. Сотрудничеству харцизян с нижегородцами положено хорошее начало. И уже в минувшую субботу в Приволжье отправилась еще одна группа из Харцизка. Делегация из числа молодежи нашего города сейчас принимает участие в первом региональном форуме «Метеор». Это наши активисты, которые сейчас поглощают знания, познакомятся с ребятами из других городов Нижегородской области. Уверена, что по приезду в наш город они зарядят своей энергией, позитивом, теми знаниями, которые получат всех наших ребят, и уровень молодежной политики вырастет в разы.